В Крыму со вчерашнего дня работает иностранная делегация. В ее состав в том числе вошли депутаты Европарламента. Парламентарии дали свою оценку проведению голосования нашему корреспонденту Руслану Минаеву. Сейчас он с нами на прямой связи. Руслан, тебе слово. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Сначала мы были в Москве, на самом деле, чтобы посмотреть такой общий контекст, общие условия, в котором проходит референдум. А потом, мы два дня действительно провели на полуострове, в Крыму, посетили несколько избирательных участков. Да, было действительно несколько интересных вещей, которые мы для себя отметили. Первое, это все, что связано с безопасностью. Это вопрос о безопасности, потому что референдум был выпустен. И вот мы могли увидеть, что все безопасности были на максимуме, а также для людей, которые виноваты, и для тех, которые виноваты в голосе, для тестов, в выходе, и так далее. Я облачу этот вопрос, потому что, в Франции, мы были в элитете, и для тех, кто приходит голосовать, и для сотрудников избирательных комиссий. Какие плюсы выборного процесса здесь, в Крыму, вы отметили для себя? Ну, первый момент, это то, что голосование длилось несколько дней. Мне кажется, это очень хорошие решения и в плане безопасности. И это более удобно для избирателей, потому что они могут прийти тогда, когда им удобно. И, по-другому, я также trouваю, что в чём-то голосовое, где мы были, у нас были, у нас есть маленькие башки, объясняющиеся на изменениях, и это, я думаю, что это удобно, потому что, в этой реформе очень техники, это позволяет aux элитетов, чтобы увидеть, понять, что было предложено. В Франции, иногда, мы продаем, в интернете, в бюрохе, нибудь-что, пампельмус, фруиды, etc. Там, по-другому, это было более серьезно. Есть башки для изучения Конституции. И еще, на тех участках, на которых мы были, мы увидели, что на входе, всем, кто приходит голосовать, выдаются такие башки, где, в общем-то, кратко объясняется суть содержания поправок, которые предлагаются. Мне тоже кажется, что это очень полезно, потому что довольно сложные юридические моменты объясняются легко. У нас, знаете, во Франции иногда на входе в участок продаются, черт знает что, какие-то фрукты, грейпфруты продаются, а здесь все-таки люди подошли к вопросу серьезно, и, мне кажется, это очень полезно для избирателей. Спасибо. И напоминаю, что сегодня последний день пребывания иностранной делегации в Крыму. Подробности визита смотрите в нашем вечернем выпуске. Студия. Спасибо.